С образованием Евразийского экономического союза у Армении появились огромные перспективы по части активизации деловых процессов. Но почему-то до сих пор для Армении, для жителей, для населения страны, Россия и другие страны, которые входят в Евразес, остаются огромным рынком труда. Вот на эту и другие темы мы сегодня побеседуем с министром Евразийской экономической коллегии, отвечающим за евразийскую интеграцию и макроэкономику, Сергеем Юрьевичем Глазевым. Добрый день. Добрый день. Сергей Юрьевич, давайте от большого к малому, к земному. Действительно, вроде как интеграция есть, очень это все ощутимо, но для жителей Армении действительно пока существует мотивация выехать на заработки. В России и в другие страны, но большая часть, конечно, Россия. А какие скрытые возможности есть у Евразийского экономического союза, о которых простые люди то ли не догадываются, то ли пока еще не дошли до того уровня понимания, чтобы воспользоваться этими преимуществами? Ну, начнем, может быть, с рассказа о том, что такое Евразийский экономический союз на сегодняшний день. Это, прежде всего, общий рынок. Главная проблема в торговле всегда была и остается – это пересечение таможенных границ. Мы их сняли. Армения присоединилась не сразу к Евразийскому экономическому союзу, поэтому первый эффект снятия таможенных барьеров между Россией, Белоруссией и Казахстаном для Армении прошла незаметно. Но, я могу сказать, по статистике это привело к росту товарооборота в полтора раза. Присоединение Армении, конечно, тоже имело большой положительный эффект для торговли товарами, которые производятся в наших странах. Но он был смазан тем, что отсутствие общей границы все равно сохраняет проблему пересечения границ других государств. И сдержки по-прежнему есть. Приходится товары оформлять в таможенном отношении. Не так, как, скажем, Россия торгует с Белоруссией и Казахстаном, где вообще не нужно оформлять таможенных деклараций. Заполняется статистическая форма для цели учета. И все. Но, тем не менее, для Армении открыт этот общий рынок. Он позволяет производить в Армении любые товары для любых потребителей в Евразийском экономическом союзе. Доставлять их, не платя никаких таможенных пошлин. Используя общую нормативную базу по техническим регламентам, по ветеринарному, санитарному, фитосанитарному контролю. То есть все, что связано с движением товаров, у нас полностью либерализовано. У нас работает общая нормативная система регулирования, которая позволяет товаропроизводителям и торговцам из наших государств работать напрямую, без каких-либо дополнительных издержек, связанных с вопросами таможенного и других форм пограничного контроля. Понятно, что подавляющее большинство людей сами товары не возят и сталкиваются с таможней только, когда везут личные вещи. И, наверное, так же, как и в других государствах Евразийского экономического союза, при пересечении таможенной границы с Россией, с Белоруссией, Казахстаном или на Киргизии, таможенного контроля нет для граждан. Первый эффект снятия таможенной границы, это обычно 2-3 года, после чего взаимная торговля стабилизируется, товарные потоки находят какое-то устойчивое распределение, и дальнейшее развитие наше связано с расширением кооперации. Собственно говоря, в основе международной торговли лежит в своеменной кооперационной связи больше половины мирового товарооборота, это поставки товаров по кооперации между партнерами, которые вместе изготавливают какой-то конечный продукт, собирая его из разных компонентов, которые могут производиться в разных странах. Вот расширение кооперации дело более, конечно, сложное, чем на простое снятие таможенной границы. Конечно, отсутствие таможенной границы нам помогает развивать кооперацию, но здесь требуются кредиты, здесь требуется доверие. И для армянского бизнеса, мне кажется, возможности очень хорошие, может быть, они пока не в полной мере реализуются, потому что все-таки значительная часть армян, которые выезжают в Россию и в другие государства Евразийского экономического союза, работают не по найму, они сами организовывают бизнес, народ очень предприимчивый, и очень многие сферы деятельности сегодня вполне успешно осваиваются армянскими предпринимателями, которые вполне могли бы переносить свой опыт и использовать свои связи для организации производства в Армении. Вот как сейчас продолжение вот этого кооперационного формата, да, может быть, вполне? Ну, конечно, если в Москве гражданин из Армении организовывает торговлю какими-то товарами и знает потребитель потребителей, понимает потребности рынка, то вполне у него есть конкурентное преимущество организовать производство этого товара в Армении, где ниже издержки по зарплате, по климату ситуация лучше, то есть меньше нужно на энергию тратить. То есть есть определенные конкурентные преимущества, которые можно использовать. И главное, что здесь нет проблемы доверия, потому что когда люди находятся в стране своего происхождения, они уже по определению, так сказать, имеют преимущество с точки зрения национальной юрисдикции. Но ведь транспортная доступность несравнима. Вот есть ограничения транспортные. Вот это влияет, скорее всего, на многое. Да, проблема транзита через Грузию или Азербайджан, она, конечно, стоит очень остро. По воздуху все не перевезешь. Но должен сказать, что мы буквально на днях прошел в Ереване межправительственный совет, где руководители правительства обсуждали более 20 вопросов, в том числе договор об использовании навигационных пломб. Это инструмент, который сильно упрощает транзит. Если вы пломбируете таким прибором контейнер или транспортное средство, которое перевозит товар, то дальше эта навигационная пломба позволяет контролирующим органам отслеживать перемещение товара, проверять соответствие товара в декларации с тем, что есть на самом деле. И, в принципе, тут роль человеческого фактора сводится к минимуму. То есть навигационные пломбы позволяют резко сократить время перемещения товаров, упростить таможенный контроль, исключить коррупционный фактор. В общем, это такой хороший инструмент как раз для транзитов. Это международный признанный стандарт, который, скажем так, не евразийская наработка, а это та же Грузия и тот же Иран, которые под санкциями, они тоже в этой части вовлечены. Ну, эта технология, конечно, в мире широко используется. В России она давно уже используется. Но не все страны-партнеры были готовы к тому, чтобы эту технологию внедрять. Потому что работа с навигационными пломбами требует определенной дисциплины. Ну, нужно приучить себя к тому, что товар, который вы декларируете, должен соответствовать тому, что у вас находится в реальности. То есть эта технология убивает так называемый серый импорт. Когда декларируют одно, везут другое. То есть здесь повышается требовательность. Становится невозможным таким махинация с таможенной стоимостью товаров, когда вот этот серый импорт именно и проходит. Это же недобросовестные, скажем так, коммерсанты в этом заинтересованы. Но не на уровне же правительства, которые призваны. Конечно. Но, тем не менее, понимаете, когда значительная часть населения занята торговлей, и они определяют, в общем, достаточно влиятельный политический слой, то сопротивление внедрению таких инструментов может быть значительным. Ну, так, тем не менее, мы шаг за шагом эту технологию продвигаем уже 10 лет. И, наконец, вот здесь в Ереване было подписано соглашение, по которому все государства решили вводить эти навигационные пломбы, потому что это и с точки зрения контроля правильно, но и для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности это очень полезный инструмент. Хорошо, Сергеевич, вот говоря о договоренностях, у меня сразу возникает вопрос. Да, вот мы затронули Грузию, упомянули Азербайджан, но с Азербайджаном вообще сейчас никаких отношений не может быть. А как обстоят перспективы с Ираном? Да, он под санкциями, и вроде как Армения, та страна союза, которая, в общем-то, ведет с Ираном активные процессы, в том числе и переговоры. И какие есть перспективы, ну, с учетом того, что есть? Перспективы, конечно, огромные, потому что Иран – это большой и емкий рынок, который сегодня фактически открыт для нас, поскольку страны Запада организовали финансово-экономическую блокаду Ирана, и степень конкурентной борьбы там намного ниже, чем, скажем, на европейских рынках. И иранцы очень благожелательно относятся к своим партнерам, которые продолжают с Ираном работать. У нас подписано соглашение о преференциальной торговле с Ираном, которое в перспективе довольно быстро приведет к зоне свободной торговли, то есть мы будем с Ираном торговать без уплаты таможенных пошлин. И для Армении здесь открываются, мне кажется, очень хорошие возможности экономической экспансии, учитывая, что в Армении как раз очень развиты финансовые технологии, а в Иране в силу финансово-валютной блокады практически нет возможности пользоваться банками для проведения международных расчетов. В общем, это хорошая ниша для информационных технологий, для завоевания тех ниш на иранском рынке, по которым Армении есть что предложить. Ну и в целом для всего Евразийского экономического союза Армения является, можно сказать, окном в Иран. И здесь, хотя транзитных возможностей нет, но возможности участвовать в организации товарооборота, конечно, есть. Прежде всего, с точки зрения использования современных финансовых технологий, платежно-расчетных отношений, которые могут обходиться без банков. Да, это интересное направление, потому что как-то на такой неподзапись встречи Тигран Саркисян, возглавлявший Евразийскую экономическую коллегию, нам, журналистам, рассказал, что с Ираном не так все просто, особенно касательно потребительского рынка. Туда вряд ли Иран пустит конкурентов. Но вот что касается действительно той стороны, которую вы затронули, да, об этом стоит подумать тем людям, которые в этом понимают. Ну и как раз вот продолжая здесь вопрос, такой, готовясь к нашей встрече, мы подобрали несколько таких профильных вопросов. Для того, чтобы активизировать экономические деловые процессы на пространстве, где вы видите, вот как можно решить вопрос с обеспечением дешевых денег для инвесторов, то есть чтобы были доступные кредиты? Здесь нет секретов. Во всем мире они есть, только у нас их нет. И, собственно, нужно делать то же самое, что делают в Америке, в Европе, в Китае, там, где идет сегодня бурное восстановление экономики, а в Китае мы видим экономическое чудо. На наших глазах вырос новый центр мировой экономики за счет расширения кредита, они этого достигли. Любой экономический рост невозможен без инвестиций. Поэтому главная задача увеличивать норму накопления. И задачу имею в виду для денежных властей, потому что, ну, для экономики в целом понятно, вопрос, кто за это должен отвечать. Вот у нас центральные банки заняли такую удобную для себя нишу, отвечать только за инфляцию, точнее, за борьбу с инфляцией. И даже в рамках такого новомодного режима таргетирования инфляции, они даже сняли себе ответственность за стабильность обменных курсов валют. Хотя в любом законе о Центральном банке написано, что он отвечает за устойчивость национальной валюты. Но вы знаете, в России рубль отпустили в свободное плавание, и он стал одной из самых волатильных, то есть неустойчивых валют в мире. Хотя по обеспеченности резервами рублю равных нет. На один рубль в обращении у нас три рубля в резервах. Поэтому мы могли бы легко стабилизировать обменный курс на любом разумном уровне на годы. Вот это удобная для денежных властей формула. Мы ни за что не отвечаем, кроме как за борьбу с инфляцией. А борьбу с инфляцией они понимают сейчас неустойчивость валюты, а понимают как потребительские цены. И здесь они оказываются в ситуации, когда не имея других инструментов, кроме как процентная ставка, они примитивно реагируют на инфляцию повышением ключевой ставки или ставки рефинансирования, как по-разному она называется. Это минимальная цена денег, по которым центральный банк готов их предоставлять коммерческим банкам в кредит. Как в мире решаются вопросы кредитования инвестиций? У нас считается, что это дело коммерческих банков. И они на свой страх и риск, соблюдая резервные требования, должны принимать инвестиционные решения. Но беда в том, что когда процентная ставка слишком высока и нет достаточного количества заемщиков, желающих брать деньги под такие высокие процентные ставки, банки постепенно превращаются в такую спекулятивную прослойку. В настоящее время в России, например, доля инвестиционных кредитов в портфелях, в активах коммерческих банков, включая государственные, составляет около 5%. Это очень мало. То есть банки фактически перестали выполнять свою главную функцию, трансформацию сбережения в инвестиции. И причина заключается именно в том, что завышенные процентные ставки создают барьер по притоку денег в реальный сектор экономики, где рентабельность ниже, чем эти процентные ставки. Наша ситуация уникальна, потому что в других странах мало того, что процентные ставки ниже, но и есть специальные инструменты, которые позволяют получать кредиты инвесторам фактически под нулевые процентные ставки. Ну, например, ипотечные кредиты. Да, но это безумие, когда ипотечный кредит составляет 8-9%. Он должен быть на уровне 1%, скажем. Это связано и с социальным значением данного инструмента, и с тем, что жилищное строительство – это мощнейший локомотив роста. И предоставляя кредиты под низкие процентные ставки, мы, допустим, банки меньше заработают, но зато вокруг создается огромная зона экономической активности, связанная со стройматериалами, мебелью, приборами и так далее. Ничто нам не мешает, кроме догматизма, развернуть такие специальные инструменты рефинансирования коммерческих банков, под которые заемщики могли бы брать кредиты, целевые кредиты, разумеется, под 1-2% годовых. То есть на разумном для инвестора уровне. В Китае, например, действует линейка таких специальных кредитных линий. Скажем, если этот проект попадает в зону приоритетных направлений, стратегии развития экономики, то кредит можно получить на 10 лет и больше, под полпроцента годовых. Именно поэтому китайцы сумели создать, допустим, на границе с Россией, мощнейшую инфраструктуру переработки леса. Потому что у наших лесопереработчиков нет возможности взять кредит на 10 лет под полпроцента. А у них, пожалуйста, сколько надо, столько банки дают. Вот вы очевидные вещи рассказываете, неужели... Вторая линейка, значит, кредитная линия, это для предприятий, в которых государство уверено. Им дают под 2% годовых. Ну и, наконец, все остальные получают под 4%. При этом инфляции в Китае особо не наблюдается. Она есть, конечно, но не только что, никакая не опасная. Значит, если сравнивать наше развитие с китайским, то за 20 лет, с 90... Ну, почти за 20 лет, значит, с 95-го года, даже больше, за четверть века фактически, китайская экономика выросла почти в 10 раз. Наша экономика всего в 2 раза. При этом объем инвестиций в китайской экономике вырос в 15 раз. То есть больше, чем сама экономика. А объем кредитов вырос в 20 раз. То есть механизм этого финансирования экономического отчета заключается в том, что Центральный банк создает кредиты, которые целевым образом через государственную банковскую систему направляются заемщикам, которые занимаются инвестициями в развитие производственной сферы. В Европе сейчас коммерческие банки получают безграничное рефинансирование со стороны Европейского Центрального банка для кредитования предприятий, которые готовы что-то делать, производить, расширять свою деятельность, внедрять новые технологии и так далее. В Европе, кстати, некоторые Центральные банки в условиях кризиса, когда нужно было поднять экономическую активность, кредитовали даже под отрицательную процентную ставку, что, вообще говоря, раньше считалось невозможным. В Америке, если вспомните, Трамп пытался заставить Федеральную резервную систему давать деньги взаимоправительству под отрицательную процентную ставку. У него этого не получилось, правда, но, тем не менее, все страны мира, кроме нас, значит, и Бразилии еще, в ответ на кризис 2008 года резко снизили процентные ставки, практически до нуля, и многократно расширили предложение денег. Объем долларов, скажем, увеличился всего-то за 12 лет, увеличился в 5 раз. То есть они создали в 5 раз больше денег, чем создавали до 2008 года за всю свою историю. Но в чем причина? Почему мы так вот не идем по этому пути, если вы так рассказываете об очевидных плюсах? Причина, так если говорить одним словом, заключается в догматизме наших денежных властей, которые просто выполняют рекомендации МВФ. Рекомендации МВФ направлены на облегчение условий движения международного капитала. В этом, собственно говоря, смысл МВФ. МВФ не заботится об экономическом росте. Весь смысл его деятельности заключается в том, чтобы разным странам навязать максимально либеральные условия по перемещению капитала через границы. Это не только связано с либерализацией как таковой, которая у нас везде, кроме Беларуси, присутствует. Свобода вывоза капитала. Это связано и с условиями деятельности иностранного капитала. Считается, что низкая инфляция, она очень важна. Низкая инфляция, стабильный курс, в общем-то, важны для... Но они действительно важны для международного сотрудничества. Так вот, когда в конце прошлого века, точнее даже в 80-х годах прошлого века кредиторы западные столкнулись с тем, что слаборазвитые страны не возвращают кредиты, они их не возвращают, потому что не могут использовать правильным образом, они под эти западные в основном кредиты создавали слишком много денежной массы, тогда придумал МВФ такой простой набор правил, Вашингтонский консенсус называется, для слаборазвитых стран, с тем, чтобы они не шарили с денежной политикой, им фактически запретили создавать собственные деньги, и иметь все денег разрешили ввести только под покупку иностранной валюты. И вот эта жесткая денежная политика была изобретена в МВФ, она называется Вашингтонский консенсус, именно для слаборазвитых стран, с тем, чтобы гарантировать иностранным инвесторам достаточно стабильные условия деятельности для возврата собственных инвестиций, получения оттуда доходов, чтобы их деньги не обесценивались. Но этот инструментарий был внедрен в наше государство в период перехода к рыночной экономике, после распада Союза, внедрен в связи с тем, в России во всяком случае он внедрялся по тому, что Россия взяла на себя весь долг Советского Союза и должна была вернуть 120 миллиардов долларов. Денег на тот момент не было. И МВФ пришел со стабилизационной программой. Суть такой, что мы договариваемся с кредиторами о том, что они дают отсрочки по выплате долгов, а вы исполняете то, что мы вам скажем. И вот этот африканский набор у нас был внедрен. Он очень примитивный. Например, что такое нынешняя политика таргетирования инфляции? Название красивое. Типа мы ставим цель выдерживать инфляцию в определенных пределах. Но дальше какие инструменты? Из всего разнообразия инструментов используется только один. Манипулирование процентной ставкой. О чем мы уже говорили. Методика примитивная. Растут цены, Центральный банк поднимает ставки, думая, что он сокращает денежное предложение, сокращает спрос. У населения меньше, вообще в экономике меньше возможности привлекать деньги для покупок. Спрос падает, цены должны стабилизироваться. Это примитивная логика, которая имела какое-то отношение к, может быть, экономике средневекового города. Но к современной экономике эта логика никакого отношения не имеет. Действительно, если у вас экономика работает на полных парах, она перегрета, все ресурсы задействованы, нет безработных, нет простаивающих мощностей, нет, так сказать, лишних запасов сырья, тогда, если вы впрыскиваете дополнительные деньги, раскачивая спрос, действительно, цены растут. Но если у вас экономика не догружена, это наш случай, у нас загрузка производственных мощностей в среднем составляет около 60%. То есть наша экономика может производить в полтора раза больше товаров, если загрузить эти производственные мощности. Безработица вполне ощутимая, скажем так, а с учетом скрытой безработицы, у нас примерно 20% избыточной занятости, потому что предприятие не догружено. Предприятие хоть и не догружено, нужно иметь постоянный персонал, который его обслуживает. Если его загрузить, то сразу автоматически вырастет производительность труда этого персонала. Плюс в рамках нашего таможенного союза у нас свобода движения трудящихся мигрантов и, в принципе, довольно большой, емкий рынок трудовых ресурсов. У нас нет ограничений по сырью, мы его экспортируем в основном, нет ограничений по научно-техническому потенциалу, мы теряем умы, то есть у нас вообще нет никаких ограничений для роста. Вот ситуация, когда экономика не загруженная, увеличение денег для того, чтобы связать свободные ресурсы, а роль денег в экономике, это как кровь в организме. Деньги связывают ресурсы для того, чтобы скомбинировать их в производственном процессе. Вот если мы впрыскиваем целевым образом деньги для расширения оборотных средств предприятий, производственных, или для финансирования инвестиций, то до тех пор, пока мы мощности полностью не загрузили, это увеличение денежного предложения ведет не к росту инфляции, а к снижению инфляции. Потому что вы загружаете мощности, снижаются издержки производства, товары можно продавать дешевле, и объем товарной массы вырастает. Обостряется конкурентная борьба. И фактически вся наша статистика за последние 30 лет, как это ни странно для монетаристов, которые рулят нашей денежной политикой, полностью опровергает их догматику. Во всяком случае, по российской статистике мы четко видим, в периоды, когда денежная масса растет, цены снижаются. И наоборот, когда они зажимают денежную массу, цены растут, несмотря на то, что падает спрос. Тем более сейчас, когда цены в основном за счет импорта повышаются, сколько бы ни сокращали спрос, от этого цена импортных товаров не уменьшится. Ну вот, в продолжении темы денег, биржи не стали полноценной альтернативой банкам. Как, на ваш взгляд, развивается фондовый рынок на пространстве ЕАЭС? Вы знаете, в условиях свободного плавания курса рубля на финансовом рынке колоссальное преимущество получают спекулянты. Международные спекулянты, аккумулируя большие денежные ресурсы, могут раскачивать курс национальной валюты. И в ситуации такого плавающего курса вообще очень трудно что-либо планировать. Тем более, если у вас там какое-то импортное оборудование, и при снижении курса вы можете стать банкротом, то выпуск облигаций на рынке затруднен. Еще более-менее облигации в национальных валютах можно выпускать без риска девальвационного. Но даже выпуск облигаций или размещение акций в ситуации, когда цена денег, которую формирует вот эта вот ключевая ставка, очень высока, для инвестиций их привлечь практически бессмысленно. Очень трудно найти бизнес, где рентабельность вам устойчиво будет составлять 20% годовых. А в ситуации, когда нужно взять деньги с рынка, самый надежный инструмент, это государственные облигации, формируют нижнюю планку доходности, это 8%. Дешевле 8% вы взять не можете, в принципе. Плюс оценка рейтингов, которые формируют до сих пор у нас американские рейтинговые компании, всегда для наших заемщиков хуже. Они сознательно смещают наших заемщиков в зону повышенного риска, то есть деньги будут обходиться еще дороже. Наконец, если вы новый эмитент, у вас рынок не знает, то и разместить вам подразумную процентную ставку разместиться невозможно. В общем, свободно плавающий курс приводит к тому, что подавляющая часть операции на рынке формирует валютные спекулянты. И валютные спекулянты хозяйничают на рынке. Раскачивая курс, они получают сверхприбыли на его колебаниях. А для тех заемщиков, которые хотят взять деньги на развитие производства, ситуация крайне тяжелая, крайне рискованная. До тех пор, пока мы не стабилизируем курс и не уберем таким образом с рынка тех, кто наживается на дестабилизации макроэкономической ситуации, финансовый рынок будет спекулятивным и малопривлекательным для заемщиков из реального сектора. Вот у нас такая ситуация. На ваш взгляд, какие монетарные или фискальные стимулы должны быть применимы для развития таких производств, на которые имеется большой спрос? Например, микрочипов для автопрома или там лекарств для важных лекарств для фармацевтики? Ну, мы затронули вопросы использования разных механизмов рефинансирования. То есть, рефинансирование это процесс, когда центральный банк выдает кредиты коммерческим банкам. Потому что деньги для инвестиций, как правило, ну, это правда, не наш случай, в мире, как правило, дают все-таки банки. В нашем случае подавляющую часть инвестиций предприятие финансирует сами, за счет собственных доходов. Поэтому для стартапов, так называемых, новых видов бизнеса, когда у вас еще нет доходов, собственно, взять деньги неоткуда. Что такое специальный инструмент рефинансирования? Я его упоминал, когда рассказывал про Китай. Это специальная кредитная линия, которую центральный банк открывает для того, чтобы желающие коммерческие банки могли взять дешевый кредит у центрального банка по определенному целевому назначению. И дальше его использовать только для тех заемщиков, которые соответствуют критериям. Ну, самый распространенный пример это малый и средний бизнес. Малый бизнес поддерживается государством, в том числе через специальные инструменты рефинансирования, когда коммерческие банки, уполномоченные работать с малым бизнесом, получают возможность в центральном банке взять деньги не под ключевую ставку, а в два раза меньше, например, не под 8%, а под 5%. Опыт применения таких инструментов у нас есть. В России было, кроме кредитной такой поддержки малого бизнеса, еще действовало специальный инструмент рефинансирования для инвестиционных проектов под гарантией правительства. Хотя процентные ставки были все равно достаточно высокими, скидка составляла 1-1,5%, но тем не менее опыт накоплен. И если у нас есть стратегия экономического развития, которая предусматривает расширение производства наночипов, лекарств, есть технологический потенциал, как это делать, то со стороны денежных властей должна быть организована такая кредитная линия с использованием специального инструмента рефинансирования, для предоставления кредитов предприятиям, которые работают в приоритетных направлениях, по низким процентным ставкам. Ничего здесь сложного нет. Банки умеют контролировать целевое использование денег, если захотят. Заемщик может быть поставлен в такие условия, что сам он деньги потратить не может, только после того, как банк проверит соответствие этих денег целевому назначению. И, наконец, с использованием современных цифровых технологий, когда деньги можно промаркировать, потому что будет понятно, куда они идут, это даже искусственный интеллект может легко проследить. Так что создание такой системы, включающей в себя стратегическое планирование со стороны правительства, заемщиков, которые хотят развивать производство в соответствии с стратегиями, которые правительство утверждает, коммерческие банки готовы кредитовать эти предприятия. И обязательным условием является участие Центрального банка, который должен предоставлять вот эти специальные линии кредитные под низкую процентную ставку. Здесь эффективность механизма определяется контролем за целевым использованием денег. Это ключевой момент. Если он есть, тогда эта система может очень эффективно работать. В завершение, на ваш взгляд, для Армении вы отметили, что сейчас приоритет и направление будет в направлении кооперации. Для Армении какие бы сферы могли бы быть такими образцово-показательными и успешными? С кем? Как? Во-первых, российский рынок уже знает хорошо армянскую продовольственную продукцию. И здесь Россия может в принципе своим спросом загрузить весь армянский агропромышленный комплекс. В российские магазины поставляются армянские ягоды и фрукты. Он может принять их намного больше, чем сейчас. Поэтому развитие аграрного сектора прежде всего ягод фруктов. Я считаю, что это направление очень перспективное, но в принципе развивается само собой. Здесь даже не нужно каких-то больших усилий предпринимать, кроме как создавать инфраструктуру хранения, продовольственные продукции, транспортировки, ну и кредитование фермерских хозяйств. Армения традиционно сильна в математике и приборостроении была. Эти отрасли сегодня очень востребованы. Там те же наночипы, например, требуют искусственного программного обеспечения, высоких профессиональных навыков. И армянские специалисты могли бы в общем-то возродить приборостроение в Армении, при условии, конечно, что найдутся потребители в Евразийском экономическом союзе, которые смогут предъявить спрос. Здесь, я думаю, нужно идти по пути совместных предприятий, скажем, с российскими корпорациями, которые вполне могли бы размещать здесь заказы буквально три дня назад на Межправосовете, который я уже упомянул, проходил в Ереване. Наши руководители правительств поручили Евразийской экономической комиссии задание составить список товаров, которые мы импортируем, но которые можем производить сами. Вот мы сейчас вместе с национальными правительствами будем работать уже предметно по тематике импортозамещения. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Сейчас развернута проработка программы совместной модернизации авиастроения. Понятно, что Армения вряд ли когда-то будет собирать самолеты, но приборы для самолетов вполне может изготавливать и поставлять. Так что здесь много на самом деле разных ниш. Ювелирная промышленность, где Армения традиционно имеет конкурентное преимущество, легкая промышленность, мне кажется, что все эти сравнительные конкурентные преимущества Армении могут быть вовлечены Евразийский экономический союз в очень больших масштабах. Что ж, большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Сергей Глазев. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова